Без пяти минут абитуриент в этом году вступают в силу новые правила приема вузы, которые сильно повлияли на процесс поступления. Одни нововведения заставят понервничать, а другие сделают жизнь абитуриентам немного удобнее. Последние много лет зачисление проходило в два этапа. С этого года у поступающих останется только одна волна зачисления, в которую вузы заполнят сразу 100% конкурсных мест. Здесь уже нужно будет абитуриентам сразу сориентироваться, более внимательно ко всему относиться, принятые их документы, учтенные их документы. Это становится очень важно, потому что цена ошибки значительно возрастает. Приемная кампания в техническом университете стартует 19 июня и продлится до 29 июля. Только в прошлом году в учебное заведение подали заявление свыше 2,5 тысяч выпускников. В настоящее время в политехе, включая авиаинститут, представлено 9 факультетов и свыше 20 направлений. Подать заявление теперь можно сразу на 5 направлений. Наиболее популярны это, конечно, IT-специальности, информационные технологии, дальше строительные направления, ну а потом уже поубывающие, там радиотехнические факультеты, энергетические факультеты, машиностроительные факультеты. В принципе, у нас все направления востребованы, все популярны, на все происходит конкурс, где-то больше, где-то меньше. Еще одна новинка – разные комбинации ЕГЭ по одной специальности. Раньше за каждой специальностью был закреплен жесткий список предметов ЕГЭ. Теперь вузы сами могут устанавливать разные комбинации возможных предметов для одной специальности. В связи с пандемией подать документы можно будет несколькими способами в любой вуз страны. Первый способ – это дистанционно, с помощью регистрации личного кабинета абитуриента на официальном сайте вуза. Второй способ – с помощью портала госуслуги, суперсервиса, ЕПГУ, поступления в вузы онлайн. Третий способ – это очный прием, но с соблюдением, конечно же, всех норм. Начало приемной кампании в Педагогическом университете запланировано на 18 июня. Нельзя не отметить, что в этом году в ЛГУПУ увеличилось количество бюджетных мест до 1130. Благодаря этому у выпускников появилась возможность поступить и обучаться бесплатно не только на педагогической специальности. По новым правилам подать заявление здесь можно сразу на 10 направлений. В Ульяновском государственном университете приемная комиссия начинает работать с 20 июня. Выделено 1631 бюджетное место по разным направлениям. Среди популярных специальностей – лечебное дело, автомобили и авиастроение.